Теперь по-быстрому покажу упражнение, которое вы будете делать, тут все те же основы, просто в упражнении. Давайте открываем или через меню, или через это открываем файл, какой-то у нас first model, первая модель. Лезем для этого туда, где наша рина установлена, она у нас установлена C-Program Files 3x4 в English Tutorial Level 1, и вот здесь мы находим, открывай, там запрещено нам наверно туда писать, поэтому она нам спрашивает. Открыли мы первую модель, вот что мы видим, два окна проекции ортогональных и одно перспективное, ну то есть ортогональные перспективные, знаете, да, без этих, то есть все лучи прямо на вас или все лучи в точку сходятся. ну вот, сверху, сверху, спереди и в перспективе. такс, идем в меню вид и выбираем, так, вот, размещение окна проекций, четыре viewports, ну четыре окна проекций, вот, оно нам делает так. то же самое вот этой кнопкой делается, ну вот, четыре, в строке состояния, вот, находится, что у нас, так, в строке состояния нажимаем привязку, она у нас будет привязываться к сетке, когда нажата привязка. в перспективу кликаем и, вот, подвигаем, оно перемещается по сетке. такс, что оно, в перспективе, если мы вот нажмем вот эту вот кнопочку, шейд, оно нам закрасит с теми, ну, со значениями, которые этим присвоены предметам, закрасит теми цветами, то есть, если тут, ну, можно для каждого отдельно назначить цвета, можно слоям назначить, про это я позже расскажу, то есть, вот, закрашенное, оно нам показывает, как это выглядит, так, в упрощенном виде. Для того, чтобы получать уже, ну, такие эти, отрендеренные отображения, это уже надо рендер включать. Собственно, ну, вот эта кнопка, она нам показывает в этом виде, кликаем в следующий раз, она выключается, если надо оставить его закрашенным, просто вот эта вот кнопка, она оставляет это закрашенным, ну, и разные настройки вида, там уже потом, позже может, вот, окна активные, в синим подсвечены, активное окно, то есть, где мы кликнули, там оно подсвечено. Если мы вот сейчас нажимаем кнопку рендер, то отрендерится то окно, которое активно. Ну, тот сейчас вот перспективное, мы ставим его как хотим, вот, например, так мы хотим на них посмотреть, да, нажимаем эту кнопку, происходит их визуализация, рендер. У каждого собственного материала, собственный материал назначен для каждого цвета, и поэтому они разные здесь, а здесь они все одинаковые. Ну, собственно, навигацию, тут я должен сейчас, ну, ладно, навигацию сразу расскажу, правая кнопка мыши в этом вращает, в этом, в ортогональных двигает, pan, здесь rotate, колесом зум, например, если здесь это панорамирование, правая кнопка, если control нажать, то это зум, ну, и здесь тоже зум, вот, shift, здесь панорамирование, здесь, ну, здесь тоже, то есть правая кнопка, так, вращение, с нажатыми control, это зум, shift, это, если мы по заголовку окна два раза кликаем, оно разворачивается в полный экран, то есть любое, два раза кликаем, убирается, правой кнопкой по заголовку мы получаем доступ к меню, тут много разных вещей, но тут можно уже настроить и отображение, то есть как оно там должно быть, ну, там, например, здесь закрашенное, да, теперь что, вот эти вот кнопки, собственно, тоже навигации, ну, то есть то, что я сейчас показываю мышью, то же самое можно делать с кнопками, нажимаем вот эту, она нам панорамирует один раз, да, на ней же и написано, что если мы shift и правая кнопка, rb, rmw, это right mouse button, то есть shift и, ну, то есть подсказка, то есть если забыл, то она тебе подскажет, вот, rotate, view, rotate camera, это немного разные вещи, то есть вот здесь я сейчас, что я там нажал, rotate camera, то есть как бы я на месте остаюсь, но поворачиваю свой взгляд, да, вот разница, это rotate camera стоит, а это rotate view, то есть центр вида остается на месте, а я перемещаюсь вокруг него. Ну, кнопочка zoom, то же самое делает, zoom window, кликаем на нее, делаем окошечко и оно нам показывает, что в этом окошечке. Zoom extends, это оно конкретно в активном окне покажет все, что в нем есть, вот, показывает, что у нас там конус, шарик, цилиндр и кубик, и плоскость тут есть. Плоскость залочена, мы ее трогать не можем, вот. Если мы хотим, ну, то есть избавиться от этой команды, например, мы нажали ее, не хотим двигать, передумали, или кликнем на вот эту вот, ну, да, на курсорчик или escape нажмем. Ну, это в любой команде можно делать, то же самое, что я про escape говорил. Так, дальше, zoom window показал, zoom target правая кнопка, то есть она, я сейчас ткну вот у него, по-моему, ну, и оно зуммирует, то есть центр и потом окошко. То есть, например, хотим отзумировать, вот, где там у нас, хочу, чтобы в центре был кубик здесь, он прицелился, поставил окошко. Zoom extend, оно покажет в активном окне все, что видно. Вот видите, то есть в этом окне zoom extend. Кликаешь, оно показывает тебе все, что видно. Если вот правой кнопкой сейчас нажмем на это, оно покажет во всех окнах проекции, покажет все, ну, то есть растянет. То есть, если потерялся, там, в сложной сцене, черти куда тебя унесло, кликнул, оно тебе все показало. Так, здесь теперь, например, мы выделяем объекты и хотим, ну, то есть посмотреть вблизи только эти объекты. Кликаем вот эту. Zoom selected. Ну, все. Если мы, та же правая кнопка, то есть они покажутся во всех. Все ясно. Вернуться назад. Виды, ну, то есть это отмена этих, ну, в этом виде. То есть, был у тебя хороший вид, ты хорошо смотрел, потом ты изменил его. Хочу назад. Это, готовые, то есть вот это .� так она поставит по умолчанию, ну, то есть правой, левой кнопкой просто оставит, если мы окна там, перетянули как-то, поставит по умолчанию окна, а если мы так еще двигали сюда, сюда, и сюда там, повернули, правой кнопкой по этому, оно поставит по-умолчанию все окна. X, Y. Ну, например, мы взяли и свернули, например, курсором тоже можно управлять, ну, это уже каждый сам попробует. Мы свернули, ну, то есть он теперь, как бы написано, что топ, но на самом деле мы его исказили. Вернем его в исходное состояние. Продолжение следует...